Жан-Позов Омирбек Жан-Позов хочет признать мировое совершение преступления и предусмотрения статьями 176-й часть 4-й ПМБ, 28-й часть 5-й, 176-й часть 4-й ПМБ, Уголовный код Республики Ассан, редакции 1997 года и освободить уголовную ответственность на основании статьи 35-й, части 1-й, по пункту 1-й, части 4-й, Уголовного процессуального код Республики Ассан. Хотя бывший директор государственного предприятия КАССУ ШАР Омирбек Жан-Позов посмертно освобожден от уголовной ответственности, он все же признан виновным в хищении денег из государственного бюджета при реконструкции Преображенского гидроузла. Трое его бывших коллег приговорены по этому делу к тюрьме. Мажит Бурлибаев к 7 годам 6 месяцев, Булат Писебеков дум годам 6 месяцев, Ильяс Казыкеев к 7 годам заключения. Руководители подрядной строительной компании Аскар Толеев и Даулет Тайгулов приговорены соответственно к 5 и 7 годам лишения свободы. С приговором подсудимые не согласны. В течение пяти дней мы должны получить копию приговора, изучим, увидим доводы суда, соответственно будем подавать аппетитную жалобу. Мой подзащитный не согласен с приговором, считать его незаконным. Мы рассчитываем на оправдательный приговор. Умербек Жампозов обвинялся по этому делу в хищении 640 миллионов тенге. С обвинением он был не согласен. В знак протеста он 20 июля совершил вооруженное нападение на прокурора и следователя, выстрелив из ружья и ранив их. Затем Жампозов застрелился сам. Сын Жампозова был против того, чтобы дело в отношении его отца прекратили, расследование было продолжено. Умербек Жампозов, генеральная прокуратура Казахстана начала расследование по статье о доведении до самоубийства. А дело о предполагаемом хищении денег было отправлено на повторное расследование.